Как я делаю арт-обработку фотографий в фотошопе? Открываем программу Photoshop на компьютере или ноутбуке. В правом верхнем углу нажимаем на файл, создать и в открывшемся окне ставим параметры будущего арта. Вписываем ширину и высоту в пикселях или в сантиметрах, ставим разрешение и выбираем цвет фона. Я всегда убираю белый. Далее загружаем фото, из которого будем создавать арт. Снова нажимаем файл, открыть. Находим папку, в которой хранится фото и нажимаем на него, подтверждаем ОК. Если фото открылось отдельным документом в фотошопе, переносим его на наш созданный белый документ новым слоем. Для этого копируем его горячими клавишами Ctrl-C и вставляем в белый документ клавишами Ctrl-V. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-T и масштабируем изображение с зажатой клавишей Shift, чтобы сохранить его пропорции. На панели инструмента в программе выбираем ластик. Для ластика выбираем жесткую круглую кисть и стираем фон. Фон стираем не до конца, чтобы осталась кромка фона около человека на фото. После этого возвращаем ластик на мягкую круглую кисть. Я всегда на этом этапе делаю копию слоя с фото, чтобы в процессе обработки наблюдать разницу. Далее выбираем инструмент точечная восстанавливающая кисть и проходимся точечно по тем местам на коже, которые хотим скрыть. Например, по рудинкам, веснушкам, прыщикам и прочему. Если фото имеет не очень высокое качество, то можно добавить резкости. Для этого заходим в фильтр, усиление резкости, контурная резкость и подбираем нужное количество процентов резкости для вашего фото. Далее снова заходим в фильтр и выбираем камера RAW. Если у вас в фотошопе не установлен данный фильтр, его можно скачать по ссылке в описании под этим видео. В настройке камеры RAW находим детализация, уменьшение шума, светимость и ставим ее ползунок на 100%. Вы можете посмотреть на полученный эффект, вернувшись на один шаг во вкладке история. Далее на панели инструментов слева выбираем микс кисть и проставляем настройки влажности и заполнения на 15%. Смешение 7% и нажим 33%. Теперь работаем микс кистью с кожей лица и тела. Аккуратно сглаживаем неровности кожи, сохраняя тени и свет на коже. Старайтесь работать микс кистью легкими движениями в одном направлении и не смазать влажные участки, сохраняя тени и свет. Субтитры сделал DimaTorzok Далее переходим к прорисовке черт лица. Создаем новый слой в палитре слоев. Выбираем инструмент кисть, мягкая, круглая. Настройка кисти непрозрачности нажим ставим на 15%. Выбираем белый цвет и немного прорисовываем белки глаз. Субтитры сделал DimaTorzok Далее зажимаем клавишу Alt. Вместо отпечатка кисти появляется пипетка. Наводим ее на радужку глаза и кликаем левой кнопкой мыши, тем самым выбирая цвет глаз. Прорисовываем радужку. Выбираем цвет чуть немного темнее в палитре цвета и прорисовываем контур радужки глазок. Если кисть слабо рисует, можете немного добавить настройки ее непрозрачности и нажима. Далее выбираем в цветовой палитре черный цвет и прорисовываем зрачок. Далее белым цветом помечаем блики в глазах. На новом слое этой же кистью рисуем контуры глаз. Пипеткой берем пробу цвета в складке верхнего века и прорисовываем на 15% в настройках кисти. Эту складку верхнего века и контур нижнего века около ресниц тонким размером кисти тем же цветом. Верхнюю линию роста ресниц прорисовываем черным цветом. На данном фото изображен мужчина, поэтому ресницы прорисовывать я не буду. Также старайтесь не очень сильно подчеркивать ему таким образом глаза, чтобы они не выглядели накрашенными. Далее берем мягкую круглую кисть и пипеткой кликаем на цвет бровей. С небольшими настройками непрозрачности и нажима кисти немного прорисовываем брови на новом слое. Снова создаем новый слой. Выбираем кисть жесткое, круглое, нажатие равно размер. И прорисовываем волоски бровей, если пользуетесь графическим планшетом. Если же вы пользуетесь только компьютерной мышью, то этот шаг лучше пропустить. Потому что данная кисть без планшета тонким кончиком рисовать не будет. Продолжение следует... На новом слое мягкой круглой кистью выделяем губы. У женщин губы можно прорисовать чуть больше, а у мужчин немного. На новом слое проставляем тени на коже и одежде. На коже пипеткой берем цвет теней и мягкой круглой кистью с настройками примерно в 15% выделяем теневые участки кожи. То же самое делаем с одеждой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На новом слое берем цвет теней и мягкой круглой кистью с теми же настройками прорисовываем свет и блики на коже, а также прорисовываем свет на одежде. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Переходим к волосам. Для тех, у кого есть графический планшет, на новом слое кистью для волос, которую можно бесплатно скачать в интернете, рисуем волосы поверх волос на фото. Ставим настройки кисти 100%, пипеткой выбираем темный цвет волос на фото и полностью рисуем волосы этим цветом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Пришло время убрать весь фон, оставшийся на фото. Для этого сливаем все слои с обработкой, кроме слоя, на котором мы рисовали волосы. Для этого кликаем по слоям с одновременно зажатой клавишей Shift. Слой с прорисованными волосами оставляем отдельным. Под ним у нас образовался слой с обработкой, слитый из нескольких. Теперь ему применяем слой маску. Для этого, стоя на этом слое, внизу на панели слоев кликаем по иконке, которая называется «Добавить слой маску». Видим, как на слое появляется маска. Она выглядит как белый слой. Берем мягкую круглую кисть, настройки кисти 100% и черным цветом убираем оставшийся фон на фото. Белым цветом можно вернуть то, что стерли. Теперь нажимаем на слой маску правой кнопкой мыши и выбираем применить слой маску. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее возвращаемся к волосам. Снова меняем кисть на кисть для волос и оттенком светлее рисуем на новом слое волосы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Создаем новый слой. Ставим ему режим перекрытия и белым цветом прорисовываем отдельные пряди волос, там где нужно высветлить. Меняем кисть на мягкое округлое, ставим настройки примерно на 25% и белым цветом ставим блики на волосах на новом слое с режимом наложения перекрытия. Меняем цвет на черный, а настройки кисти примерно на 10% и ставим тени в прическе там, где они нужны на том же слое. Прорисовать волосы таким образом вы сможете при помощи графического планшета. Если его у вас нет, то можно выделить волосы при помощи пера и кисти для волос. Подробнее об этом я рассказываю и показываю в своем курсе. Теперь сливаемся слои с волосами со слоем с обработкой. Снова идем в фильтр, камера RAW, во вкладке основные ставим четкость примерно на 33%. Здесь же добавляем на ваш глаз красочности, насыщенности и контрастности, а также можете добавить теней и света. Создаем новый слой под слоем с обработкой и заливаем его любым цветом. Это будет фон. Для фона лучше использовать цвета с нашей обработки, то есть брать пипеткой цвет с одежды или волос, но делать этот оттенок менее насыщенному в палитре цвета. Для дрим-арта используются кисти, брызги, краски, кляксы, звезды, лучи и прочее на ваш вкус. Эти кисти можно поискать и скачать в интернете бесплатно, а также они прилагаются к моему курсу. Брызги и кляксы обычно яркого цвета, они обрамляют человека на арте. Для мазков на фоне такими кистями можно в настройках кистей во вкладке динамика формы поставить на 100% колебание угла и колебание формы. Продолжение следует... Если вы создаете диджитал арт, то его фон, в отличие от дрим-арта, может быть спокойнее, практически однотонным или с небольшим применением другого цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вам понравился урок, но вы хотите еще более подробного объяснения, вы можете его получить в моем курсе арт-фотошопе. Смотрите описание к этому видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА